сегодня выходной день захотелось колбаски я подумал на колбаску для как покупать непонятно с чего сделано думаю сделаю я сам сделаю и поделюсь с вами своим рецептом я взял килограмм говядины сделать ее фарш именно фарш и взял полкило свинины свинину порезал кубиками кубиками порезал все сюда же и какие-то у меня сало я это сало тоже порезал очень маленькими кубиками все это сейчас туда смешаем заколоть и вы же не будете наблюдать за процессами значит соль на полтора килограмма значит нам 30 грамм соли это столовая ложка сахар тоже самое сахара тоже столовую ложку манная группа на полтора килограмма нам надо 6 ложек муки сюда специи специи тут разные кориандр и смесь различных трав итальянские промоцарские перед черный и перед красный я люблю немножечко поострее и чесночок чесночок надо вилочку засыпали перемешали а дальше я вам расскажу что она будет дальше и я еще добавляю так я делаю колбасу чтобы колбаса была резалась я добавляю еще желатин здесь сейчас посмотрю сколько тут грамм 25 грамм ну 25 грамм мы не будем насыпать ну грамм есть и в 15 засыпем желатина я не люблю это сильно желатином надо все все это сейчас перемешиваем замешиваем вымешиваем и ставим в холодильник пускай часик посадит в холодильнике чтобы все скомбинировалось между собой потом вынимать потом заворачивать оборачивать и печь вот так вот я налаживаю хорошо так не стесняясь в зависимости от того как вы любите колбасу хотите много колбасы значит много наложите или положите не знаю а хотите не сильно много значит чуть меньше ну я полюбляю и она уходит вы понимаете даже не докторскую покупать не московскую не сосиски вот эти сраные непонятно чего сделано а это такая колбаса любительская домашняя тоже надо делал колбасу и исполнил одну базарную притчу есть у меня товарищ один вот так волею судеб он знает очень много всяких знакомых в нашем городе героя ну и к нему обращается за помощью там помоги дружище там не знаешь ли того я тоже обращался несколько раз у него такой значит был случай обратился к нему очередной знакомый помоги мне я слышал у тебя есть уролог знакомый сведи меня с урологом со знакомым он говорит ну хорошо все он не видел его никогда глаза все сказал ему куда идти в кабинет тот сходил пришел он его спрашивает ну шо ну а где работа местная как как все прошло что там все нормально помог тебе он говорит да ты знаешь я что глаза не помню стучусь в кабинет говорю здравствуйте здравствуйте а мне надо ну еще ищет уролога мне надо какой-то уролога захожу а сам смотрю что в кабинете такие два уролога не один а два один говорит хороший а другой плохой а как ты сделал вывод что один хороший другой плохой ну того что плохого у него пальцы толстые вот такая базарная быть плохой уролог с толстыми пальцами а с маленькими значит нежными ладно так это мы отвлеклись все вот колбасу мы уже выложили но это еще осталось там уже не влазь как бы я не любил колбасы но ничего страшного фарш можно положить в морозилочку потом использовать еще разочек и теперь хорошо хорошо его трамбуем 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 не должно быть ни в воздухе ничего методом его забывать капитально просто капитально сейчас был сжимание сжимать так это мне нравится хорошо что не нравится все колбаса получается ебанит тоже на прямо такой рулет киевский скажем так так есть у меня жутик вот кусочек мы отрезаем жутика вначале заряды оба сируса нашего завязали мы наверное догадались что я буду перематывать конечно чтобы не расползалась это не пленка еще раз завернули плотенько закрутили все завязать хорошо все и сейчас мы будем прокручивать еще больше пробовать нашу колбаску чтобы она забрабовалась как можно меньше чтобы там было всяких пор и да и да и да мы ее подкручиваем подкручиваем здесь затягиваем видите правую руку мне затягиваем и оно подбивается 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 и в конце концерн кто-то уже как нам надо чтобы была уже такая туденькая там я не выпускаю то здесь не дают дальше все все вот так закручиваем тут уже вообще плотное хорошее подбить подкрутить 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 подбить все ну вот видите вот такая вот колбаска у нас получилась четкая все все только мы знаем все наши и будет колбаса бомбячая просто бомбячая сейчас завязать подвязать привязать и закрутить запганируем и закрутить подъем но я отношу кокунам Ну, теперь надо бы завязать, нам ее теперь. Завязочка. Раз, раз, раз. Все, вот раз, все, пошла жарка. О, 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 хорошо. Видите, о, затянули. Раз, 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 раз. Ну, есть разные способы вязания. Есть с клубка заматывать. Я люблю с этого. Ну, для красоты наша расстояние было одинаковое. Ну, мы можем и так. Мы можем, мы все можем, да. И раз, раз, раз. Видите, ничего, не страшно. Раз, все, о, затянули, затянули. Теперь нам надо это все завязать. Завязать, мы оставляем, обрезаем кончик. И на завязочку отправляем. Так. Здесь тоже перетягиваем. Затягиваем. Преворачиваем. Раз. 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 И все, и все, и завязали, и завязали. Все. 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 Отрезать лишнее. Здесь лишний момент, и здесь есть. Отрезали. Вот, ребятки. Вот такая колбаска у нас получилась. Все. И наложим в духовочку. На 150 градусов, на полтора часа. И еще, если вдруг будет подниматься эта пленочка, просто зубочисткой делаем дырочки, как мы делали в сосисточках. Вот. Ну, хочу сказать, если у вас все получилось, то приятного аппетита. Так, привет, соучастники. Поставили мы мяско. Прошел ровно час. Сейчас мы проверим. У меня есть вот такой градусник. Если 70 градусов внутри уже нашего изделия, значит, уже у нас мясо и готово. Вот такой градусник. Так, сейчас будем проверить. Будем это дело проверить. О, тут у нас. Происходят такие чудеса в решетке. Красота такая. Вот мы выбираем нашу колбасочку. Колбасочку. Проверяем. Протыкаем дырочку. И делаем серединочку. И смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Все. Все. 70 градусов. Все. Так что, уже готово. Будем выключать. Вынимать. И продолжать смотреть. Я вам покажу дальше, что там делать. Все. Тут у нас красотища. Ну вот, друзья мои. Колбаска на базе. Мы ее достали. Сейчас мы не будем пробовать. Потому что надо, как всякому, и самого вкусному, должно настояться. Как борщ хозяйки. Значит, выложили на разносе. Поставили. Сверху ложим еще одну досточку. А на эту досточку прессик. Все. Вот так. И такой эквилибр. Эквилибристика такая у нас. Во. По качеству пресса я применяю такую пятилитровую баклажечку. Все. Так оно будет у нас стоять. Ну и постоит. И потом мы уже будем, когда оно остынет, тогда мы уже будем пробовать. Постоять, чтобы оно приняло форму. Все. И оно будет чики-прыки, бум-мон-мах. Все. Сейчас главное дождаться, чтобы оно постояло. И так далее. Вот так оно у нас под прессиком постоит. Ну, может стоять и стоять. Пока не остынет. Остынет. Потом тоже в холодильник начать. Чтобы оно хорошо резалось. Ну, и я покажу вам, что у нас получилось. И вам будет интересно. Очень рекомендую. Это такой очень хороший рецепт. Настоящей колбасочки. Друзья мои. Ну, достал я из холодильника. Чтобы не было обвинений, что это монтаж. Там, что равно монтаж. Будем разрезать. И смотреть, получилось ли у нас колбаска. Второй же дубль я снимать не буду. Вот так вот отрезаем. Так. Оп. Ладно, отложим сюда. Вот так вот отрезаем колбаску. Видите, она не распадается. Четко отрезается. Опс. Опс. Вот такая настоящая ветчина. Сальцом. Все. Запах идет такой умопомрачительный. Умопомрачительный. Все. Будем сейчас пробовать божественную ветчину. По-моему, удалась. Потому что прямо запах на расстоянии. И по структуре, видите, она очень красивая. Ну, все видно. Чтобы я не показывал. Зря. Вот ее структура. Все. Вот так красивенькая. Красивенькая все. О. Ну, сейчас будем пробовать. Как она уже пчетает. Так, вилочку. Вилочку. И снимаем пробу. Ой, режется хорошо. Форму держит. Вечина божественная. Сейчас позову супругу, чтобы она тоже оценила мое блюдо. До встречи в следующий раз. Я еще не знаю, что у нас будет. В следующий раз будем держать интервью. Вечина тоже была внезапно. 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 Продолжение следует...